дорогие мои друзья приветствуем вас на канале хитручкин двор сегодня у нас уже педа тема про урожай и клубники сад огород вот цели полосочки клубники я сегодня утречком выбрала один лоточек витер поднялся не знаю как меня будет чути вторый лоточек даже шейонов бутоны начинают вязать цвет и тем временем клубника все равно зря и пошла за помощником своим и за третьим лоточком до выбирать еще осталось вот эту клубничку оль выбери оль выбери вот эту клубничку до вы меня спросите лена шо ты будешь сделать таким количеством клубники что я буду делать я нас уже накушалась пока выбирала и я вам говорила даже говорю что ничем не обернувается ничем не кропиться ни от паразита и ни для лучшего созряния клубники и чтобы для крупного созряния То есть для быстрого созревания и для крупного созревания клубники ничем клубника у нас не обрабатывается. Так как смысла ее быстро созревать мне не надо, вот тут еще есть, я ее не на продажу. Есть люди обрабатывают для того, чтобы на продажу, потому что цена хорошая и можно и пораньше продать по хорошей цене. Мы клубничку вот-вот-вот-вот выращиваем, вот дальше, дальше. Мы клубничку выращиваем для себя. Вот когда созрела, сколько созрела, столько, столько, о, темненько. Ну все, тут, наверное, от там еще дальше, где ты смотрела, я еще не прошла. Вот и вот клубничка. Бери цей лоточек. Вот, дивися. Покажи, подожди. Покажи дальше, покажи, Ольга, руки забери. Что вот цвет клубника, цвета. На ней еще есть цвет на кустику. Прибери вот этих два листочка. Вот, если вы видите, на кустику. Не надо, он не так хорошо видно. На кустику цвет, а внизу кисти средней. Вот средняя кисть. Да, она будет созревать уже после вот этой первой. Я не знаю, что это у нас такая за клубника. Интересно. Значит, первая вот вона. Уже мы можем ей кушать. Вторая, а третья, он цвете. На последующих. На последующих, на закусочку. Ну, вот эта мне еще тут осталась. Вот эта. Тут же цей кусок вырвать. Сейчас вырвем и пойдем в дом. Цю клубничку, я повторюсь, не будем мы с ней не делать ни компоти, ни варенья. Что сейчас клубники делают, помимо того, что едят ее в свежем виде? Повидло, варенья, да, переваривают это все. Будем делать на дегидраторе, можем делать клубничные чипсы. А также будем делать, пробовать пастелу. Вот дочь моя, все, зайчик. Так, упомянула, что будет новый проект. Да, у нас будет новый проект. О здоровом питании, экологически чистом питании, яке мы придерживаемся в своей семье. Что мы кушаем, что мы стараемся употреблять. Чтобы овощи, ягоды у нас были по минимуму обработанной термообработкой. Чтобы производилась, например, варенья вы варите или компоты. Такая работа будет уже у нас не делаться в хозяйстве. То есть у меня ставим... Ух, ты взяла аж два. Давай ставь той, потом цей. Ставши цей. Жарко уже, 10 час. Жареньше. Значит, сбилось с мыслей. Что я скажу? Да, ты не напаслась. Мінімум термообработки. Да, минимум термообработки. Сначала, как у нас... Мы думали, что клубничку мы заморозим. И будем зимой кушать. Да, но при замораживании... Теряется... До... Раньше был такой бум заморозки, чтобы не варить. Морозьте, морозьте, морозьте. Но в итоге при заморозке тоже теряется процент витаминов. Ну, бачу, зелененькую вырвала. Теряется процент витаминов. Если мне не изменяет память, по-моему, 45 или 55 процентов. Если я буду делать дегидрацию, то есть на дегидраторе... Дегидрация – это изымать влажность из фруктов, ягод, овощей. Остается клетчатка и витамины. И витамины. Ну, там тоже надо же, чтобы была определенная температура. Не так, как в этих сушках, что продаются в сушках. Температура делается до 40 градусов. 35-36. Называется потом жива пастила. И живые продукты или живые цукаты. Все, что сделается в дегидраторе, оно будет живое. Да, называется живое. Это первое. Второе, что у нас, воно своего огорода. Это эко, чистый продукт. Но если у кого-то нет, то могут и покупать. Надеяться на то, что дачники не вносили никакие химические удобрения. Значит, первое. Второе, значит, дегидрация. И тоже, значит, это мне облегчает вообще. Облегчает мою работу. Любая женщина-хозяечка понимает, что в Ягтике начинается сезон консервации, сезон закруток компота, ягод, овощей. Да, лучше было бы взять и заморозить в лоточки, потом размораживать и кушать. Это тоже отличный, хороший вариант. Но... Это тоже отличный, который находится на кухне, с закрутками и так далее и тому подобное. Для того, чтобы облегчить себе работу и кушать уже не переваренные ягоды, они уже там, в них ничего полезного нет, как бы вы их... Ягода, который был вредный сахар для организма. Я проанализировал все действия, всю работу, все-все-все проанализировал, почитав побольше информации о здоровом питании, наскільки можно сохранить... на сколько можно сохранить и как можно сохранить а также читал публикации сыроедов вегетарианцев какие они продукты едят, как делают они чипсы и помню, что я тебе рассказывала, нашла я тему ладно, потом это тоже напомню сама себе и я решила приобрести дегидратор дегидратор эскалибур производства США и мои друзья, кто есть подписчиков моего канала знают, что Лена зимой его купила как раз после новогодних праздников значит, что дорогой наш дегидратор будем тебя запускать в работу вот столько клубнички столько клубнички мы попробуем на нашем дегидраторе сделать клубничные чипсы сделать клубничную пастилу а также делать клубнику с добавлением бананов мы будем пробовать я прошлый год делала пастилу но сначала надо было проварить поменьше влаги перетерти и делала в электродуховке включала вентилятор и я могу сказать это просто было сухое повидло в нем там витамин не было потому что варенье варенье воно переварене там живого ничего не было и и да да это тот самый принцип в духовке что и в этих маленьких сушках бытовых сушках в бытовых сушках не в бытовых сушках там тоже температура но по моему там в бытовых там свише 50 градусов там 47 и выше градусов она не получается там жива пастила получается пастила да и если просто люди сушать в бытовых сушках есть круглые такие белые сушки но она не настолько жива не настолько жива не настолько жива получается не настолько живы фрукты ягоды и овощи и все-таки ты меня сбиваешь в смысле я хотела одно рассказать и сбила ты меня а я говорила на что то что в духовке да в духовке я делала да воно получилось что ему мы цю пастилу цюкаты я делала вяльонные помидорки делала все воно было вкусно но воно почти же то же самое что и вы из банки переработаним с минимумом витамин витамин были утрачены хотя в духовке у меня набиралось 50-55 градусов самый минимум это было 50 и духовка у меня была включена с вентилятором и работала от 18-16 от 15 часов и до 24 часов духовка работала постоянно в зависимости сколько процентов влажности сочности у нас были ягоды если например персик яблоко волокнистое если мы берем например ягоду крижовник смородину в ней больше присутствует даже в клубнике и больше присутствует сока значит что начался сезон ягод и мы будем делать живую пастилу живые цукаты живые чипсы будем пробовать конечно это продукт будет не из дешевых считается потому что дегидратор стоит приличной цены да мы цены уточнять не будем кому будет интересно то он может зайти по названию в гугл и гугл ему выдаст цены да дегидратор эскалибур производства США да цена там была прилична и плюс наш труд а наш труд оценюется в наших продуктах ну пока мама снимает Николая она тут посетится в наших экопродуктах которые мы не реализуем на рынке мы все употребляем для себя да и можно еще поднять эту тему 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 будет очень много очень много которые у меня были вопросы и я на них находила ответы находила ответы и буду воплощать как говорится наяву то что было у меня задумано и еще я могу сказать вот сегодня я ходила и вот мне бы спрашивали меня вопросом Лена а расскажи пожалуйста почему ты завела перепелев и такая тема кроликов держит таких пород Лена а расскажи почему ты завела кроликов и им на этих пород я думаю я буду наверно вам это все рассказывать как говорится ближе до моей жизненной ситуации до моих чего я дошла до этого чего я начала выращивать перепелок чего я начала выращивать ту или иную живность яка находится в хозяйстве если зрителям интересно то будем рассказывать а если не интересно то может и не стоит рассказывать так что может кому интересно то поставьте коментарий что вам интересно тогда мы задумаемся даже не задумаемся а снимем потому что да вот я сегодня ходю и думаю почему именно Лена ты завела перепелов а история почему я завела перепелов очень очень длинная и очень обширная и будет если вы желаете узнать почему именно перепела потому что перепела выращивать это тоже нелегкий труд и это затратный и тоже и помещение и клетки и финансы и инкубаторы и очень много то что стройка одного перепелятника второго перепелятника значит была весома весома на то причина на то причина почему завести перепелов все дорогие мои друзья рубрика не ну а может кто-то тоже кто-то делает постелу а ну друзья дорогие наши а ну подскажите что вы делаете постелу а если пройти помимо помимо варенья заморозки компот сушка и вегетарианцы да вот у них все четко там все именно чтобы сохранить а если в дегидраторе я буду делать все там сохраняются витамины в любом продукте 97 процентов представьте вы в любое время вне сезона возьмете чипсы клубники или возьмете пастилу там любые ягоды даже кабачки соусные добавляют в ягодни и тоже делают и бесподобно вкусно а кабачок Мишу кушаем мы его обычно жареным ну пареным ну вареным ну фаршированым но это все совдепия все не трогай совдепия потому что обижаться будут люди из советского союза так все ну а это просто таки видео думала отснять кого видела извиняйте не хотела значит вот таки сегодня у нас видео по поводу клубнички что мы будем делать и я думаю сделаем мы это все по столу и отснимем видео вам покажем наш дегидратор и еще сегодня мы приготовим это все а потом ну можно и сегодня а можно знаешь как вот это у нас уже будут готовы чипсы и пастила а мы возьмем через два дня соберем опять клубнику и будем готовить а потом покажем им уже готову потому что я приклеить это не могу там у меня просто нема времени сидеть в интернете да и если вы мне пишете а оказывается оно мне висвитывается в компьютере а в телефоне тут не висвитывается а я уже вам говорила что я уже озев мою год как я в компьютере не сидю это у меня только вот мой помощник может там проследить чуть-чуть в компьютере так как в ней работа все дорогие мои друзья наблюдайте подписывайтесь наблюдайте и пожалуйста подписывайтесь как вы в сезон вот таких ягод овощей и они массово сейчас начинают сгреть и вы не знаете что делать даже вплоть до той если они уже забродили начинают делать наливку а вот наливка с клубники бесподобно я делала в прошлом году клубника с вишней трохи добавлением это конечно красота ну наливочка это тоже хорошо порадовать свой организм на праздник чуть-чуть это же получается сок да без воды так посадили мы тут в садочку под сливками и напишите интересно вам узнать чего мама взяла перепалев кроликов и укололась да дорогие мои друзья я знаю что вы наблюдаете кто подписан в одноклассниках задаете мне вопрос я знаю что вы наблюдаете за мной мои заказчики кто у меня берет продукцию инкубационных яиц вот задаете вопросы вот сидим мы в этом садке нашему сливовому сливки тут уже тоже будут и и и я думаю наверное дня два уже колодочки в ячменю выходят ячмень надо подорвать потому что если я сину косю у нас сразу резко на следующий день начинается дождь вот а значит нам надо вырвать ячмень пока жара чтоб не бабахнула дощ и просушить потом цей участок переработается и тут посадится рассада все 20 минут вашего времени всех любим целуем время подавились крепко обнимаем а все таки прекрасно вот тут сидит в холодочку облаканы басыне кстати да редкость облаканы не может в этом году не будет спать не будет жара у нас уже жара у нас уже жара у нас вот сливки кругленькие ой какие сливки кругленькие а как их много а сливки как много а со слив очень вкусные сливы и вот именно вот эти круглые на две половины я их ялила в духовке конечно ну какие вкусные мясо а пастила слив вкусняча в общем рубрика вкуснятин продолжается була перепела кури копченост и так далее и так далее вот а вот на таких красивых облачках закончим видео а ягоды и овощи будет тоже вкусно дорогие мои друзья я рада что вы у меня есть и буду снимать по чуть-чуть видео даже может быть по 2-3 видео в день потому что жизнь бурлит если даже и дома не на курортах не на санаториях не на барах не на ресторанах не на работе но дома жизнь бурлит дуже-дуже хорошо все всех любим целуем крепко-крепко вас всех обнимаем всех зрителей со всего земного шара кто нас дивится пока уже нас уже мы приветствуем а не я а я всегда говорила вы и я ну я себя множественно всегда говорила да вот мы делаем хотя все дома я я приветствую вас на своем канале теперь мы приветствуем вас на своем канале ну ладно вот так по скрипту хотя убирала даже в переплетнику говорила мы что-нибудь всегда говорила мы я на себе что-то говорила все пока пока всем пока 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 а пока 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 я пока 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 я